успешный мужчина во-первых финансово обеспечен успешный мужчина преуспел в том деле которым заниматься он любит даже если ему за него платить не станут успешный мужчина не женится на той женщине которая увеличивает его шансы на успех а женится на той женщине которая для него важна и который он любит успешный мужчина разграничивает друзей с которыми ему приятно проводить время и людей которые помогают ему решать его профессиональные финансовые вопросы способность течением долгого времени концентрироваться на одной задаче еще 2 работоспособность высокая работоспособность многие скажут нет умение быть находиться в нужном месте в нужное время и так далее поэтому наверно третьим я бы назвал способность определять где тебе быть и что тебе делать в как конкретный момент быть быть в нужном месте в нужное время и делать то что нужно в этом месте и в это время способность Это даже не черта характера, а способность. Но по сути наши способности и формируют наши черты характера. Лидером может стать каждый, не каждый хочет. Несомненно, есть способности к лидерству, есть данные для лидерства, есть потребность в доминировании. У меня ее нет, например. Я спокойно смиряюсь с ролью второй, третий и шестой. Вести за собой это не вполне мое, но я с этим могу справляться и справляюсь, когда это нужно. Лидерство, если от рождения нет к этому данных, или они не вполне проявлены, эти способности, их можно развить. Как музыкальные способности, способность танцевать, способность писать тексты. Ее можно развить. Но у одного есть талант, другого нет, но развивать можно и даже низкую одаренность. Все рождаются лидерами, не все ими становятся. Не всем нужно, не всем интересно, не всех получается. Многие люди, нуждаясь в помощи, стесняются. А вот когда человек стесняется, это признак слабости. Я работал спасателем на водах, между прочим, на морском курорте. И почти, не сказать каждый день, но человек 10 тонули в течение месяца. Человек 10. Спасали не всех. Спасенных спрашивали, почему ты не звал на помощь? Ведь у тебя же были судороги на обеих ногах. Плыть судорогой на одной ноге можно недолго, а две ноги, так это почти невозможно. Почему? Ведь на квадрате шлюпка, ведь наблюдатель на вышке, он не может догадаться, что тебе трудно плыть. Он думает, что ты просто плывешь медленно, так тебе нравится. Он же не видит, что у тебя судорога, что ты сейчас утонешь. Мне казалось, что я могу справиться сам или сама. Или люди чаще говорили, что мне было неудобно, что все обернутся, а я тону, тону. То есть человек готов умереть мучительнейшей из смертей и захлебнуться водой, но не позвать на помощь. Сильный человек, спортсмен, подкатитный, эй, ребята, помогите, что-то у меня это самое. Ну, подплывут и помогут. А вот слабый человек, ему свою слабость обнаружить очень неловко. Он не зовет на помощь и буль-буль-буль тонет. Успешность социальная и либидо у мужчины связаны. Ну, тестостерон тот же, да? Гормон социального успеха. Чем выше мужчина принимается полис социального успеха, тем больше он убеждается в своей силе, в своей мощи, в своих способностях. У него уверенность в себе такая. И эта уверенность в себе подкупает женщин. Они становятся, они такому мужчине покориться, отдаться, скорее готовы, чем к нюне тюке, которая постоянно там высказывает неуверенность в себе и социально никак себя не приедет. Поэтому у него больше выбора, у него больше возможностей. Второе. Ну, это тот самый тестостерон. Возникает желание реализовать свои достижения и на другом поприще. Но количество женщин говорит о потребностях человека, но не связаны с успешностью. Я знаю успешных людей, которые сделали свой выбор, и они спят каждый раз с разными женщинами, но это все в одном теле. То есть им хватает того разнообразия, которое предлагает им их жена или женщина, с которой у них постоянное отношение. Любовь, мне кажется, я и не красуюсь, и не повторяю слова Достоевского, но мне кажется, что любовь – движущая сила. Но это не только любовь мужчины и женщины, женщины к мужчине. Это любовь к родителям и детям. Это любовь к делу и хобби. Это любовь к искусству и науке. Это любовь к спорту и любовь к красоте. Это любовь. Без любви, знаете, есть анекдот, который я часто повторяю. Кто-то спросил Бога на страшном суде, или когда умер, обратился к Богу и сказал, «Господи, меня одна мысль мучает, неужели секс без любви – это грех?» Бог сказал, «Отстаньте со своим сексом, все, что без любви – грех». Гоголь, ну, это весь Гоголь, но если выбирать в Гоголе, то это мертвые души, несомненно. Это, наверное, преступление и наказание Достоевского, хотя, ну, я говорю так несколько по инерции, поскольку это запало. Это запало однажды, и я через призму «Преступление и наказание» смотрю на многие вещи в жизни. Я ее перечитал раз, 15. И, наверное, что-то есть свежего, наверное, Евгений Водолазкин «Лаур». Вот это бабахнуло вещь. Я много смотрю старого кино в последнее время, прям увлечен, но, пожалуй, любимых фильмов, которые можно смотреть и пересматривать, это «Звягинцев. Возвращение», это «Тарковский сталкер». Ну, наверное, домен «Шозе» в одержимости. Это игра на барабанах. Но не так часто, но для того, чтобы это было возможно, чтобы к ним не приходилось ехать, дома же это невозможно, они стоят в моем офисе. Когда в 6 часов в этом бизнес-центре расходятся люди, я могу за них сесть и снять напряжение дня, поиграть. Второе – это гольф сезон, я с огромным удовольствием уделяю этому время. Когда мы с ними уезжаем в отпуск, я уезжаю с клюшками и там болтаюсь по полям, как некоторые люди сидят с удочкой и водоема, я болтаюсь по полям, по долам, с клюшкой, мячиком и иногда играю вообще один, мне никто не нужен, я хорошо проведу время в одиночку и не приняюсь. Терпение. Гневливость. Они, как видите, соседствуют. Они в противоборстве друг с другом. Я тренирую, сожжем четверо детей, тренируют терпение, очень здорово. А гневливость нужно трансформировать в такие же состояния, но не разрушительные, а продуктивные. Летать, совершенно точно. Летать без применения чего-то, что не является мной. Деньги. Если разговор обо мне и выбор попов, то деньги. Блондинка. Альтруизм – это высшая форма эгоизма. У меня жена недавно давала интервью, и она сказала, рожать детей – это чистой воды эгоизм, потому что получаешь удовольствие ты от этого. Самое большое. Альтруизм – это на определенном этапе эволюции личности все приходят к тому, что помогать другим людям это удовольствие гораздо большее, чем наслаждаться удовлетворением собственных потребностей. Логика, если разговор обо мне. Жаворонок. Кофе. Ну, конечно, домашняя еда, хотя иногда фастфуд… Классный фастфуд. Фастфуду рознь. Я такой фастфуд едал, что не всякий ресторан может превзойти его. В мире знаете, как много фастфуда и какого качества, из-под ножа горячая, прямо при вас, готовящегося, умелыми руками. Фастфуд бывает отличный, но домашняя еда, несомненно, если в целом. Почитать книгу. Хотя бывают моменты, когда на чтение книги просто не хватает энергии, не хватает концентрации глазами по буквам, и тогда я втыкаю кино, когда после напряженного тренинга тысяча человек в зале, восемь часов на ногах, и потом сразу в аэропорт, в самолет. Нет, в самолете будет книги, в самолете будет кино.